Движение кота Давай теперь посмотрим, как реализовано движение кота в проекте Лабиринт Ремикс. И сделаем аналогичным образом. Откроем этот проект и видим, что здесь у нас, в отличие от нашей первой версии кота в лабиринте, движение реализовано с помощью команд «Если то». И здесь проверяется, нажата ли клавиша «Стрелка». Далее меняется «Х» в соответствии с нажатой стрелкой, либо «Y». Мы тоже самое уже делали. При этом еще и меняется костюм. Таким образом достигается передвижение кота с такими движениями лаб. И еще проверяется, касается цвета. Касание цвета как раз-таки нам необходимо проверять для того, чтобы кот отталкивался от стен. Ну давай начнем по порядку. Сделаем вот этот вот код. Мы не будем его копировать, хотя такая возможность имеется. И чуть позже я расскажу, каким образом можно ею пользоваться. Но сразу, если даже ты знаешь, как это делается, предупрежу, что если ты хочешь научиться программировать, то лучше писать код полностью самостоятельно, не используя какие-то готовые блоки из других проектов. Потому что когда копируешь, не учишься, а просто берешь и используешь готовый код. Итак, переходим к нашему проекту и делаем следующую вещь. Там у нас сначала просто сделаем, продублируем. Под блоком, когда щелкну по флажку, в цикле всегда, выполняется проверка нажатия на стрелки. Если то. Вот сначала мы это сделаем. Это альтернатива командам, когда клавиша, стрелка или какая-то другая нажата. Но эта альтернатива еще и дает нам дополнительные возможности, которые ты сможешь потом протестировать, когда будешь реализовывать другие проекты. Посмотри, попробуй по-разному, создай этот код, а потом проверь, какие лучше способы управления тебе использовать в тех или иных ситуациях. Но мы пока будем делать то, что начали делать. Итак, если клавиша нажата, вот у нас в группе сенсора есть такая команда клавиша нажата. И здесь не пробел. Давай я сделаю так, чтобы код был виден. Вот я уменьшила сцену, нам она не нужна большая. Что у нас будет? Стрелка вверх, стрелка вниз и прочее. И если ты обратил внимание, у нас в принципе реализован вот этот вот код достаточно правильно. Точно так же мы меняем х и у. Сейчас еще раз открою. Вот здесь тоже изменить х, причем тоже на минус 4 и 4, да? И изменить у на 4 и минус 4. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем просто продублировать эту часть кода. Просто я ее беру. У нас стрелка... Правда, я не ту сдублировала. Пусть она останется. У нас стрелка вверх нажата, значит нам нужно, что вот этот вот код, да? Я его дублирую и вставляю. Дальше. Можно уже вот этот кусок кода продублировать так быстрее. И у нас здесь будет стрелка вниз, да? По порядку. И мы видим, что изменить у не на 4, а на минус 4. Но здесь можно просто добавить минус. Команда та же. Дальше дублируем эту часть кода. И теперь у нас стрелка вправо или направо, здесь она называется. И вот для стрелки направо мы продублировали код. Вот он. Вот этот нам не нужен, мы его выбросим. А вот этот повернуться в направлении 90, извините, х на 4. У нас будет даже более совершенный код, потому что у нас он будет все-таки поворачиваться право-влево. А в примере лабиринт ремикс это не делается. Эту часть кода мы уберем пока. Отодвинем. И опять дублируем. Стрелка влево. И здесь что у нас? Минус 90 и минус 4. Можем тоже изменить просто параметры. И хочется сказать, давай будем проверять. Но в принципе можно и проверить. Вот он у нас идет. Причем, как видишь, он идет быстро. И причем он ходит уже и по диагонали. То есть я могу нажать одновременно две клавиши. И вот он так более плавно ходит. То есть что получается? Получается, что вот этот вот код, он более такой производительный. Он лучше работает, чем тот, когда клавиша стрелка нажата. То есть работает вот эта часть кода. Но в принципе срабатывает и это, дублируется. Поэтому, чтобы не было каких-то так называемых коллизий, каких-то проблем у нашего проекта, мы должны, по всей видимости, вот это все убрать. Нам не нужны дубли. Поэтому мы можем либо нажать правую кнопочку удалить, либо стащить сюда и удалить, либо еще один вариант. Можно просто вот так вот оторвать, если не очень хочется сразу все удалять, просто чтобы код не выполнялся, а команды были изолированными. Ничто ничего не будет мешать, чтобы не забыть, например, сравнить. Но в принципе, наверное, лучше удалить, чтобы это все не мешало, потому что мы сохранили наш проект с новым именем, код в лабиринте 2. Если этого еще не сделал, можешь сделать копию для того, чтобы тебе было что сравнить, как управлять движением персонажа с помощью разных способов реализации. Я эту все-таки часть кода удалю. Мне проще так вот стягивать, мне больше нравится. И у нас останется управление движением с помощью клавиш. Но теперь вот я нажимаю на клавиши, и ничего не происходит, в отличие от того, когда у нас все работало с тем кодом. Почему? Потому что нужно нажать на флажок, и только после этого вот эта вся замечательная красота, такое плавное, хорошее движение у нас уже реализуется. То есть получается, что так он быстрее и красивее двигается. Так, чудесно. Теперь мы должны что сделать? Мы должны сделать обработку касания границ нашего лабиринта. И если мы подсмотрим в наш образец, то у нас везде проверяется, если касается цвета. Этот цвет как раз-таки цвет границ лабиринта, стен лабиринта, и этот цвет черный. И смотри, что происходит. Сначала рассмотрим здесь. У нас, допустим, стрелка влево нажата, значит, что у нас должно происходить? Х уменьшается на 4, мы пишем минус 4, и наш персонаж двигается влево. Если вдруг он при этом коснулся черного цвета, то мы их сменяем на плюс 4. То есть тут мы вычитали, а здесь прибавляем. Что при этом происходит? За счет того, что программа работает очень быстро, скрипт срабатывает быстро, у нас х изменился на минус 4, потом проверили касание, и тут же он изменился на плюс 4. Минус 4 плюс 4 равно 0. То есть фактически координата х и местоположение нашего спрайта не изменилось, если наш спрайт коснулся цвета, или границ лабиринта в данном случае. Значит, у нас должно быть вот такое как бы инверсирование. То есть если мы вычитали, писали минус 4, то мы пишем плюс 4. Смотрим дальше. Если стрелка направо, то прибавляли 4, но если он коснулся, мы отнимаем 4. Таким образом, опять же, спрайт остается на месте за счет того, что код срабатывает очень быстро. Аналогично по вертикали, по координате у мы прибавляли, но раз он коснулся, значит, мы вышли, и таким образом координата не изменилась. И аналогично стрелка вниз. Надеюсь, теперь все понятно, что нужно делать. И давай сделаем. Ну, чтобы ничего, ничему не мешало, давай прямо так сюда и добавим. Значит, что мы добавляем? Если, причем, аккуратно смотрим, вот у нас блок растягивается, чтобы попасть в нужное место, вот так аккуратно вставляем его. И если касается цвета, чтобы выбрать цвет, щелкаем мышкой по квадратику с цветом и ведем ее на границу лабиринта, чтобы выбрался черный. Вот здесь вот получается не очень удобно, потому что я уменьшила размеры сцены. Надо ее вернуть в нормальный размер. И еще раз, видишь, получился у меня серый, а нужно, чтобы был чисто черный. Вот такой вот, чтобы точно попасть в черный цвет. Вот, теперь я попала. И опять же, чтобы был виден код, я смещу. На самом деле, раз я удалила там все, можно вот так сделать. И теперь мы что берем? Мы берем изменить, что у нас здесь было? y, значит, берем y не на 4, а на минус 4. Теперь, что мы можем? У нас здесь тоже y, поэтому мы можем продублировать и аккуратно ставить. Здесь у нас уже не минус, а плюс, чтобы это и в результате получился 0. Дальше опять можем продублировать, и здесь уже изменить не y, внимательно смотрим, да, а изменить x. И раз было плюс 4, здесь мы пишем минус 4. И, наконец, дублируем, вставляем. Не минус 4, а плюс 4. Ну что, надо проверить. Проверяем. Сейчас я увеличу. Начинаем сначала, но нам это не страшно. Идем к лабиринту. Пришли. И смотрим. Вот он, я нажимаю стрелку вправо, он никак не идет. Вот нажимаю вверх, не идет. Вот влево-вправо он отталкивается от границ лабиринта, вот он застревает, останавливается, если касается границ. Вот все замечательно у нас получилось. Теперь я тебе предлагаю поставить видео на паузу и реализовать то, что только что ты посмотрел. Что нужно реализовать? Нужно найти картинку лабиринта, ее добавить в свой проект, не забыть сделать его копию. Можно было это раньше сделать, конечно же. Потом что? Реализовать новое движение и отталкивание от границ лабиринта. И возвращаясь, мы продолжим. Нам надо еще добавить врагов, и нужно добавить переход в конец лабиринта. Пусть он крикнет «Ура! Я победил!» Или там очки какие-то добавятся. Здесь же очки не добавляются. Когда он пройдет, пусть добавятся очки. И пусть перейдет, наконец, в спальню. Мы это доделаем после того, как ты сделаешь эту первую часть. И я желаю тебе успехов!